Добрый день! Сегодня у нас Биг Куб. Это не какой-то там 6х6, 7х7, а кубик 3х3, просто достаточно большой. Это кубик компании ЧиИ под названием Чименг Плюс. Он не магнитный, обычный. Вот такая вот коробочка. Код товара QY3055. Здесь нарисован герой комиксов от Мафанги. Это Геге, кажется, 90 мм. И вроде бы он только цветной производится. Открываем и смотрим. Огромный кубик. Больше ничего в коробочке, кроме инструкции. Инструкция маленькая, неинтересная, ненужная. Сам большой кубик 90 мм. Название имеет Чименг и для многих это не очень известный кубик. Вот оригинал, то есть стандартный Чименг и магнитная версия Чименга. У меня было видео про эти два кубика. Вполне достойная трешка Чименг. Сравним строение. Ну давайте поворачиваем саму головоломку. А если вот так вот рядышком поставить, ну конечно не в два раза, но более чем в полтора раза выше. То есть 56 мм и 55, не помню сколько, а здесь 90. Я повращал. Вращается достаточно хорошо. У меня руки крупные, но даже для меня великоват. Этот кубик, он вращается хорошо. Добавил немного жидкой смазки. Магнитов тут нет и, наверное, даже при всем желании, если их поставить, то здесь вот такой достаточно толстый пластик. Не знаю, будут ли они эффективны. Хотя, места внутри много, а можно поставить какие-то крупные. Но только смысл. Я сделал несколько сборок на таймер этого кубика и только раз мне удалось собрать менее 20 секунд. Несколько раз там 21, 22 было, но не очень удобно им собирать. Скажу сразу, все привычные фингертриксы здесь не работают, особенно вот если мы на кубике 3х3 можем вот так вот сделать. В каких-то алгоритмах, то есть движение U левым пальцем. То здесь это не особо работает. Ну или нужно привыкать как-нибудь. Но собирать можно и по всем правилам такой кубик вроде бы разрешен на соревнованиях. Главное, чтобы он влез в накрывашку, чтобы можно было его спокойно из зоны скрамблинга донести до участника. Вполне хорошо собирается. У него современный внешний вид. Ну, я предполагаю, что он точно такой же, как у стандартного чеменга и внутри тоже будет. Сам по себе матовый. Цвета давайте сравним. Похожие, похожие. Ну все вроде бы такое же. То есть просто обычный чеменг увеличили. Надень там на компьютере и распечатали. Ну не распечатали, а отелье формы. Давайте разберем, да посмотрим строение. Я разобрал магнитный чеменг. То, что он был более расслаблен, проще. Поддался этому воздействию. Смотрим. Если присмотреться, то крестовина очень похожа, что такая же, либо увеличена совсем незначительно. Вот так вот посмотреть. Ребра. С этой стороны. Ну понятно, размер разный. И с этой. Ну такое ощущение, что... Хотя это, наверное, от времени. Да нет, такие же ребра. Одинаковые. Ну кажется, что чуть погрубее моделька. Ну и уголок. Да, все точно такое же. Каких-то видимых различий, кроме размеров, я здесь не вижу. Для чего же этот кубик может пригодиться? В обращении он достаточно шумный. Собирать действительно его на скорость, наверное, смысла нет. Но, если вы хотите кого-то обучить, и возможно, это группа лиц, то, чтобы всем было все видно, то можно как раз что-то показывать именно на этом кубике. Я как раз для этих целей его и приобрел. То есть, собирать понятно им. Смысла нет. Это неудобно. Разве что какие-то там челленджи, себе испытания делать. Но вот, если обучать одновременно несколько человек, и даже с любого расстояния, чтобы все было видно, то этот кубик, возможно, немножко облегчит задачу. Может быть, может быть. Вращается очень хорошо для своего размера. Если мы даже возьмем рядом семерку, то семерка меньше. Но можно какие-то алгоритмы делать достаточно быстро. Я уверен, что если приспособиться, то и можно там собирать секунды за 10. Но я к этому стремиться не буду. Я специально сделал несколько сборок на камеру. Думаю. Сделаю хотя бы раз САП-20 и успокоюсь. Вот сделал. Эта сборка в конце посмотрите. И все. Больше собирать на время не буду. А так он даже режет углы. Но это просто копия чеменга, которую увеличили чуть меньше, чем в два раза. Неплохой кубик для коллекции, для обучения, для сборок подходит не очень. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok